итак приветствую вас дамы и господа сегодня хочется сказать пару слов на тему почему я бросил пить виски и алкоголь смотрите господа и потом как мне это удалось это действительно титаническое усилие требуется для этого так вот в общем с чего все началось я выпил виски до 500 грамм ну как я получается 500 грамм каждую неделю пил до вот последний раз выпил и что я обнаружил тут надо применить технику нлп пью силика потому что пока вы не будете записывать что с вами происходит ваше состояние то вы таки будете ну как бы будете деградировать не будете развиваться вот и единственный способ это записывать вот я выпил получается виски и записал да что я обнаружил я обнаружил что после значит на следующий день никакого похмелья нет естественно по системе инсайдера это понятно но на третий авто на к получается первый похмельный день потом идет второй третий четвертый и следующие три дня получается очень сильная не депрессия но пред депрессивное состояние пред депрессивное состояние алиса что-то начала паниковать ее глажу активно вот что-то она испугалась может муравьи кусают непонятно что-то да алиса вот и я обнаружил просто что мне это не надо потому что вы может быть со мной что-то не так может быть нарушением микроциркуляции в головном мозге до крови я имею ввиду может быть еще что-то может быть при таком количестве виски не хватает витамина b1 да то есть ну все что угодно может быть может быть но факт в том что в любом случае это вызвано именно виски до употребление вообще алкоголя в таком количестве я просто подумал а зачем мне это надо по факту что трезвость дает гораздо больше положительных эмоций конкретно для меня и я записал проанализировал что как бы я выпил да там шесть-восемь часов балдежа чил я слабон а потом что потом пред депрессивное состояние когда ты не можешь даже старшилд поиграть или какую-то игру запустить да то есть зачем это надо правильно никакого никакой как бы выгоды нету просто понимаете просто выгоды нет никакой она ручки возьму и что-то она запаниковала думаю что может быть в лесу и оставлю так вот и я решил не пить да получается и и месяц я точно пить не буду расскажу свои впечатления пока 12 день идет я был дело того насколько мир он действительно становится ясным восприятие ясное четкое очень высокая эффективность в мышлении до мотивации можно все начать и когда три дня после виски ты не можешь ничего начать не книгу писать там ничего делать как бы полностью ничего не можешь делать в принципе вот и я себя чувствую как паша техник до который вот-вот сорвется если вы понимаете о чем я действительно очень тяжело как бы бросать виски употреблять то есть но и вообще как бы алкоголь это болото да как бы вот и как самая сейчас как бы важная тема как мне это удалось дело в том что опять вспоминаем галспана да ну как вы наверно не вспоминаете а я вспоминаю постоянно галспана и его гениальнейшая фраза можно сказать которая изменила в очередной раз мою жизнь когда я бросил кофеин он сказал такую легендарнейшую фразу которую запишите в блокноте к себе обязательно куда-нибудь это действительно мощно он сказал следующее теперь когда ты бросил кофеин тебе будет легко отказаться от остальных зависимостей и я тогда подумал блять я сейчас тебя в бан просто кину потому что в пол бутылки виски в дребезги да я тебя за это помните да этот мем пол бутылки в дребезги да я тебя за это узнали откуда это то есть действительно ну как бы жестко даже даже не думал что можно вообще отказаться от виски как бы вот оказывается можно и отказавшись от кофеина я после этого отказался от отказался от курения да соответственно вот очень легко отказался от курения ну что курение с алкоголем связано соответственно выпил хочется закурить надо алкоголь ну как бы от курения было отказаться я сам это понял ну логически и отказавшись от курения получается и меня даже не тянуло пойти купить табак очень легко отказался после я до этого отказался от кофеина понимаете все взаимосвязано главная идея и табак докурил и все и не даже не хотелось начинать то есть как бы идти покупать табак и после этого вот этой вот депрессии постоянной со мной что-то не так возможно может быть я кофеином рецепторы там посадил до в любом случае такое ощущение что нарушается биохимия мозга очень серьезно и такое пред депрессивное состояние когда ты уже не можешь не книгу написать то есть не ролики монтировать не интересно вообще ничего не интересно сейчас мне все интересно да и я подумал хорошо не просто не выгодно вообще никак то есть пить виски то есть как бы вот это вот все алкоголь и я просто отказался и достаточно легко 12 дней как легко ломает флешбеки то есть мысли лезут а вот когда месяц закончится там естественно можно будет выпить и потом можно будет просто не так часто пить и так далее вот в целом я могу сказать только такой вывод что пока вы действительно как сказал голспом не откажетесь от всех стимуляторов тяжело бросить употреблять алкоголь виски вот все правильно он здесь сказал гениальнейшая цитата это именно надо ощутить да и что хочется сказать получается так что при таком уровне депрессии алкоголь как депрессант действует да все равно это начинаешь понимать только когда месяц не пьешь вот в моем случае 12 дней я не пил уже ощутил что это сильнейший депрессант действительно и попробуйте проведите тоже эксперимент как бы и решить она вам надо или нет получается так что виски имеет смысл только придем употреблять очень редко там раз в месяц да может быть по праздникам раз в месяц не чаще потому что ну как бы какой смысл если только идет понижение качества до восприятия и качества жизни а вы этого никак не почувствуете потому что тебя восприятие изменилось как ты тем у тебя должно быть второе восприятие чтобы ты смог оценить первое восприятие понимаете в чем прикол никак свое восприятие оценить не можешь ты можешь только оценить восприятие что после месяца трезвости и сказать что да действительно абсолютная ясность в голове абсолютная мотивация хочется там этот ролик запилить этот ролик запилить хочется там и и книгу дописать то есть и так далее вот из-за депрессии преддепрессивного состояния которое вызывает вот алкашка вам ничего не хочется вы хотите стать таким же как киттикат подумайте об этом то есть черти подкупольные да если вы понимаете о чем я потому что человек там похмеляется скорее всего на неделе тоже потому что ну понятно дело это депрессант он сам это чувствует приходится немножко похмелиться на неделе там может быть 300 грамм выпить и так далее но я не знаю так примерно чувствую вот то есть она вам надо запишите свои как бы как изменяется ощущение восприятия после виски второй третий четвертый день и сами решите вот на этом все покеда успехов